В этом уроке мы с вами разберем, как гнать трафик уже самого YouTube на ваш сайт, какие существуют способы. На самом деле этот вопрос мы задают достаточно часто, потому что люди просто не понимают, хорошо, клиент нашел вас в поиске, вы в топ выдали ваш видеоролик, он перешел на YouTube, посмотрел ваше видео, что дальше, как осуществить саму продажу. Есть несколько способов, как можно направить клиента с видеороликом на ваш сайт. Первый способ, самый простой, самый банальный, это ссылка под видео, то есть прямо под своим видеороликом вы размещаете ссылочку, кликнув по которой человек обязательно к вам перейдет. Желательно ее использовать с призывом к действию, то есть вот на примере, видите, забирайте курс бесплатно и ссылка. И еще лучше, то есть докручиваем еще этот вариант, в самом видео, если вы об этом скажете. То есть делайте какое-то обозначение того, что под видео есть ссылка. Либо, если в видео самостоятельно снимаете, можете проговорить это голосом, либо можете сделать вот такой вот вариант, как вы видите сейчас на скриншоте, то есть какую-то такую яркую стрелку, например, да, и надпись ссылка под видео. Второй способ это аннотации, которые вы можете ставить в свой видеоролик. Аннотация это своего рода такая наклейка, аппликация, которая кладется поверх вашего видео и там вы можете сделать любую информацию, написать нужный вам текст, указать свои контактные данные и в принципе написать все, что вы захотите. Я рекомендую в аннотациях использовать тоже какой-то призыв к действию, ну например, надпись «Звоните» в сочетании с вашим номером телефона, это будет отличный вариант. Кроме того, вы можете выбирать, в какой момент аннотация появляется, в какой момент исчезает. Плюс аннотации в том, что даже не нужно, чтобы клиент переходил на ваш сайт, то есть человек просматривает просто видеоролик и уже напрямую контактирует с вами по телефону, скайпу или любым другим данным, которые вы указываете в аннотациях. Еще один вариант – это упоминание вашего бренда или ваших контактных данных в самом видеоролике. Этот вариант подходит только в том случае, если видео вы делаете самостоятельно или заказываете в каком-нибудь продакшен, тогда можете сказать, чтобы в самом видеоролике диктор сделал начитку, озвучку и там скользко упомянул ваш номер телефона или обозначил какую-то вашу услугу, название вашего магазина и так дальше. Еще один очень эффективный способ привлечения вашего внимания и перевода клиента на ваш сайт – это оверлей. Это такой вид рекламы, который запускается на YouTube, вы наверняка его уже видели. Всплывающая окошечка, которая закрывает нижнюю часть вашего видеоролика и там вы можете сделать специальное предложение для своих клиентов и кликнув по этому оверлею, человек попадает на ваш сайт, причем на любую страницу вашего сайта, которую вы укажете. Вот так вот выглядит оверлей, он дает великолепный результат, можете попробовать и тоже в этом видеокурсе мы обязательно будем делать такие оверлеи. Контакты в видео – тоже достаточно банальный вариант, но многие о нем забывают. Если вы делаете видеоролик, хотя бы какой-то монтаж осуществляете в видеоролике, обязательно оставляйте туда свои контакты. Если кто-то решит скачать это видео с YouTube, то, по крайней мере, контакты останутся в видеоролике. И если сравнивать, например, с аннотациями, аннотации будут пропадать, когда кто-то скачает видеоролик с YouTube. Но если в самом видео вы укажете свои контакты, и кто-то решит его позаимствовать и добавить, например, на свой сайт, то он будет делать вам дополнительный пиар. Поэтому обязательно все свои контактные данные, номер телефона, скайп, можете даже почту указывать, вставляйте это все в видео. И последний, самый продвинутый и самый эффективный способ – это кликабельные кнопки. Совершенно недавно YouTube открыл вот такую возможность создавать кликабельные кнопки. Причем многие спрашивают, где их брать и как их создавать, потому что в аккаунтах изначально эта функция заблокирована. То есть вам нужно активировать несколько дополнительных функций, и только тогда у вас появится возможность составлять и делать такие вот кликабельные кнопки. Причем кнопка может быть не только купить, она может заказать, зарегистрироваться. То есть любой текст, который вам нужен, вы можете сделать в этой кнопке. Кликнув по этой кнопке, человек также попадает на ваш сайт или прямо в корзину заказа. Это самый эффективный метод, когда из видеоролика кнопка ведет прямо в корзину заказа. То есть человек смотрит видео, он уже все узнает о вашем товаре, в видео вы обязательно там рассказываете, что за товар, как осуществляется оплата, доставка, то есть полностью всю информацию, которую нужно знать клиенту. И когда он уже в конце подогрет и готов купить ваш товар, выскакивает эта кнопка «Заказать», он по ней кликает, попадает в корзину заказа, и все, что ему остается сделать, это ввести свои контактные данные, ну и куда доставлять необходимый товар. Все, на этом продажа заканчивается. И это значительно облегчает вам жизнь. Итак, у вас уже есть свой Google аккаунт, вы зашли на YouTube, и теперь мы приступим к созданию вашего собственного видеоканала. Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, можете кликнуть по кнопке «Добавить видео», или же в выпадающем меню можете выбрать раздел «Мой канал». Вот так по умолчанию выглядит пустой YouTube канал, и первое, что хочется сделать, конечно, добавить немного красок и сделать красивое оформление. Чем мы сейчас и займемся. YouTube предлагает по умолчанию из галереи вам выбрать несколько вариантов обои. Можете поставить на первое время какие-то стандартные. Со временем вы нарисуете свои собственные обои, которые будут подходить по стилю вашего видеоканала. И, кроме того, я расскажу еще несколько секретов, что нужно добавить на эти обои, чтобы повысить эффективность вашего видеоканала. И также нам нужно добавить свою аватарку. Она должна быть квадратная. желательно разрешение не менее 250 пикселей на 250 пикселей. Тут же вы можете кадрировать аватарку и установить как фото профиля. Как только вы заменили вашу аватарку в Google+, она должна автоматически поменяться на YouTube. Это может произойти буквально через несколько секунд. Иногда на это требуется время. Попробуем обновить. И вот мы видим аватарку уже новую на нашем видеоканале. Обратите внимание, что даже если у вас картинка в формате PNG, на Google+, она будет отображаться без заднего фона, а YouTube почему-то добавляет обязательно задний фон. То есть, если вы не хотите, чтобы он по умолчанию был белый, то заранее постарайтесь установить того цвета, который вам больше подходит. На этом все. Основные элементы оформления мы закончили. Сейчас я вам предлагаю тоже зайти на свой аккаунт на YouTube, создать канал и добавить на него оформление. Субтитры создавал DimaTorzok